Одна из последних разработок самарских ученых – система «Автоплан». Она позволяет планировать и контролировать ход медицинских операций. Сами специалисты называют ее хирургической навигацией. Бонусов у проекта много. Самое главное – это избежание лишних рисков и увеличение шансов на благоприятный исход хирургического вмешательства. Этим и еще двумя проектами, разработанными в Самаре, заинтересовались в Объединенной ракетно-космической организации. В планах у инженеров развить медицинские инновации внутри компании. В этом потребуется помощь самарских ученых. Наше предприятие на самом деле сейчас тоже занятое выпуском большого изделия для медицины. И поэтому они нас разыскали, они за нами наблюдали, мы за ними. Поэтому интересно. Ну и плюс, в принципе, ваш вуз медицинский является по праву, наверное, один из самых основных не только в регионе, а вообще в принципе в Российской Федерации. Самарским специалистам есть что предложить. Помимо автоплана представлены еще два проекта. Знаменитые VR-технологии, например, те, что помогают в реабилитации людям после инсульта. Их применяют в Самаре, но для других регионов они пока недоступны. С помощью специальной обуви и очков пациенты учатся вновь управлять своим телом. Третий проект связан с освоением космоса. Всех карт ученые пока не раскрывают. Конкретный шаг в развитии сотрудничества, причем сотрудничество, мы сегодня еще обсуждали, будет непросто в создании нового инновационного оборудования и передачи все иные производства предприятиям Роскосмоса с последующей коммерциализацией, выводом на рынок, доведением до потребителя реальных разработок. Развитие медицины и космических технологий для Самары остаются приоритетными направлениями. В области находится одно из ведущих ракетно-космических предприятий – завод «Прогресс». В свое время именно здесь была разработана знаменитая ракета «Союз», на которой Юрий Гагарин совершил свой первый полет в космос. А Медицинский университет – один из крупнейших вузов страны, в ведомстве которого находятся клиники, на прием, в который съезжаются люди со всей области и даже из других городов России. В участии Медицинского университета количество компетенций, которые имеет университет, он может развивать работу в сотрудничестве с административно-космической корпорацией. Такое соглашение подписывается сроком на один календарный год. Но главное, говорят эксперты, не в самом соглашении, а в построении прочных деловых отношений. Так уже сегодня сформулировали цели на ближайшие пять лет. Мария Левина, Максим Гусев, События.